ЦРФСБ РФ, военный преступник Игорь Стрелков, он же Гиркин, обвиняет Киев в утреннем подрыве Крымского моста. Он уверен, что таким оригинальным способом украинцы поздравили с прошедшим 70-летием диктатора РФ Владимира Путина. С эмоциональным заявлением по этому поводу Стрелков выступил утром 8 октября на своем канале в Телеграм. Взрыв, снесший пару пролетов Крымского моста, диверсант назвал праздничным фейерверком. «Лучшее поздравление Владимиру Владимировичу на юбилей произвели уважаемые киевские партнеры», – написал Стрелков. Он напомнил, что более месяца назад призывал граждан России бежать из Крыма. «В конце августа я в Крыму при свидетелях ответил, у вас есть месяца полтора, чтобы вывезти семью, а потом укры взорвут Крымский мост. Но сам того не ожидая попал с точностью до недели», – рассказал военный преступник. «Бомбит сейчас и у российских пропагандистов. Там, кстати, горит ярче, чем на Крымском мосту. Они требуют от недофюрера удара возмездия. Настоящая паника сейчас и в Крыму. Огромные очереди на АЗС и у банкоматов. Вводятся ограничения на продажу товаров бокалейной группы. В одни руки до трех килограммов или трех пачек продуктов. Все поезда и автобусы из России в Крым отменены. Продажа билетов остановлена». «Заявляется о запуске паромной переправы, но по предварительным сообщениям паромов в Крыму нет». Жители успокаивают наличием сухопутного коридора через оккупированные территории. Но не упоминаю, что ВСУ находится в 30 километрах от Херсона. Как известно, взрыв на Крымском мосту прогремел примерно в 6 утра субботы 8 октября. По версии российских оккупационных властей, якобы произошел подрыв грузовика. В результате чего огонь перекинулся на железнодорожный состав с топливом. Позже даже было показано фото грузовика. И еще позже выяснилось, что за несколько минут до взрыва фуру осматривали. На посту ГИБДД в прицеп автомобиля заглянули, но ничего подозрительного не увидели. Спустя несколько минут, судя по камерам, грузовик подорвался в движение. Из-за этого мост получил серьезнейшее повреждение. На Крымском мосту могли обрушиться по меньшей мере три пролета автодороги. Две в месте, где горит поезд, еще одна восточнее. Получается, что россияне профукали момент и получили то, что получили. Хотя ранее они так красиво рассказывали, как будут защищать этот мост. Оказалось, что даже боевые дельфины охраняли его. Но не помогло. Говорят, что подрыв Крымского моста мог быть спецоперацией Службы безопасности Украины. В то же время, в самой СБУ пока официально не комментируют свое участие в этих событиях. Об этом сообщает РБК Украина, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Ведомстве прямо не комментируют, но намекают, что имеют отношение к этой операции. Так, в своем телеграм-канале СБУ опубликовало фото поврежденного моста, прокомментировав его комическим стихом. Тем временем, из-за подрыва Крымского моста у российской армии коллапс с логистикой на Южном фронте. Об этом у себя в блоге в Телеграм пишет известный украинский журналист и блогер Денис Казанский. В результате подрыва Крымского моста южная группировка войск РФ остается без железнодорожного снабжения. Железной дороги из РФ через сухопутный коридор в Ферсонскую область нет. Есть одна ветка через Волноваху, но она проходит практически по линии фронта. Поделился информацией журналист. Важно сказать, что российская армия сильно устаревшая. Логистика ее слабое место, так как она критически зависима от железной дороги. Друзья, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментарии под этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok